коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня разберем казалось бы такую простую тему как виды ордеров и их особенности сегодня в telegram чате клуба возник вопрос в чем отличие между лимитным ордером и отложенным постарался дать более менее развернутый ответ решил вот записать видео поподробнее основываясь на своем опыте как я применяю те или иные виды ордеров и чем же они отличаются хотя на первый взгляд казалось бы что какие-то моменты могут быть не воспринято должным образом участниками торгов разберем наверное с самого базового простого рыночный ордер когда цена находится на определенной отметке мы в текущий момент времени отправляем заявку на биржу либо брокер купить либо продать по текущей цене если наш объем будет существенный то мы можем даже толкнуть цену особенно каких-то неликвидных инструментах и тем самым оказать какое-то влияние пусть и небольшое на текущее положение вещей то есть цена находится в определенном месте до в определенным точкам и посылая заявку купить мы покупаем по рынку по любому предложению то есть есть лимитные заявки есть заявки рыночные рыночная заявка может двигать цену если ее объем существенный и если этот этого объем будет хватать для того чтобы выкупить все предложение которое находится в ближайшей плоскости да и немного оттолкнуть цену любые движения на рынке осуществляются именно рыночными заявками то есть лимитные участники это следующий вид заявок они размещаются на определенных значений то есть кто-то хочет продать здесь кто-то здесь и так далее то же самое с покупателями кто-то хочет купить здесь 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 и так далее когда цена будет касаться будет происходить исполнением то есть лимитные свойства заявки это значит купить либо продать по цене не хуже значит если например текущая цена у нас 100 и кто-то хочет продать по допустим там 101 то до тех пор пока цена не коснется значение 101 то продажи не осуществится то есть это лимитный участник рынка который будет входить в сделку по цене не хуже 101 то есть по цене 102 он будет не прочь продать но по цене например 100 и там 90 копеек сделка открыта не будет то есть лимитное свойство заявки это гарантированная цена исполнения не хуже той цены которую хочет в исполнении получить продается ли покупатель но само по себе исполнение не гарантируется то есть если опять-таки вернемся на отметку 100 до тех пор пока цена не подойдет к значению 101 заявка исполнена не будет то есть цена со значения 100 может немного не дойти и затем быстро уйти то есть заявка не будет так называемый не зацеп до заявкам не будет исполнена и участник торгов остается без сделки то же самое с покупателями например кто-то хочет купить по 99 и цена не дойдя до 99 может развернуться и тогда покупатель останется не удел в этом есть главный недостаток лимитных ордеров если цена не касается лимитной заявки то исполнения не будет также есть отложенные ордера вида sell stop и buy stop что это значит возвращаемся на отметку 100 и мы говорим что если цена достигнет значения 101 то активируется рыночная заявка значит что произойдет покупка по цене любой после того как цена хотя бы докоснется значение 101 то есть в данном случае будет размещен buy stop который отправит рыночную заявку для того чтобы купить одним очень главным весомым недостатком такого рода заявок является негарантированная цена исполнения то есть мы можем дождаться значения 101 например сделки на пробой в этом главный недостаток что цена может пойти очень быстро и тогда мы хотим купить например по 101 10 сделку на старшину совершится там по 101 50 либо по 102 по 103 и так далее то есть если это движение будет быстро то цена исполнения может существенно отличаться от той цены которую мы предполагали для входа в рынок то же самое с продажами например я хочу продать после того как инструмент пройдет ценовую отметку 99 и например размещу свой сел стоп по значению там 98 95 копеек и между и тогда как только цена пройдет 99 да и зацепит мой сел стоп то произойдет его активация и продажа по рынку по любой цене которая будет сформирована то есть заявки исполняются в зависимости от того в каком порядке не размещаются на бирже либо у брокера есть очередь как настоящая да и до тех пор пока моя заявка исполнится цена уже может пройти на какое-то расстояние и открыть меня по более худшей цене так как я свою торговлю непременно связываю со стоп лоссом то расстояние от предполагаемой цены и фактической цены может существенно отличаться если отличие слишком большие то сделку необходимо закрывать по рынку и не ждать манны небесной что мы пойдем дальше вниз ведь нас может утащить если вытащить на стоп то стоп лосс будет сильно больше того который мы предполагали получить ограничиться можно следующим образом использовать заявки вида buy стоп лимит и sell стоп лимит здесь почти все то же самое отталкиваясь опять от значения 100 например я хочу купить после того как цена достигнет значения 101 но не дороже чем 102 тогда вот диапазоне от 101 102 вот в этом диапазоне мне как бы моя заявка будет исполняться но если цена уйдет выше 102 то исполнение прекратится и по цене 102 хотя бы на одну копейку больше там 1201 сделки уже совершаться не будут данная методика особенно хорошо себя зарекомендовала в торговле криптовалютами потому что иногда движение бывают очень быстрые и исполнение может просто колоссально отличаться от предполагаем это может там 300 подальше открытие 400 по то есть такие ситуации нужно стараться избегать какие-то очень латильные инструменты которые там мелко-мелко поджимаются потом резко ускоряются вот к ним нужен соответствующий подход то же самое с обратными движениями если например я хочу продать по цене 99 но не хуже чем 98 то я добавляю условия к своей заявке лимит то есть будет селл стоп лимит надо касается 99 происходит активация заявки и в диапазоне до 98 будут открываться продажи если цена быстро пойдет дальше вниз то последующие продажи открываться не будут к сожалению не все можно контролировать и ордера которые мы размещаем для того чтобы ограничить наши убытки стоп лосса они к сожалению исполняются только парничной цене и если мы располагаем свой стоп лосс в плоскости где цена ускоряется то нас может точно также по стоп лоссу скользить и тот убыток который мы закладываем сделку при активации стоп лосса до который хотим получить не более него не более того объема который готовы потерять средств может произойти проскальзывание и исполнение по более худшей цене что увеличит наш стоп лосс поэтому опять-таки какие-то волатильные инструменты чуть-чуть необходимо занижать риски при постановке стоп лосса то есть как погрешность в результате которой до не пренебрегая вот этими скольжениями можно будет как бы нивелировать и убытки которые могут возникать при проскальзывании инструментов я на примере сегодняшней сделочки покажу монетка днт . остановки здесь была у нас с утра и инструмент после отката там мы не поехали наверх а потащили нас обратно к уровню небольшой запил здесь но волатильность очень маленькая в пределах стопа и можно было пробовать в общем заходить так как здесь инструмент находился энное время позицию в принципе отдали до по предполагаемой цене без каких-либо существенных движений но бывают ситуации когда например происходят резкие кит срывы и мы например хотим продать по значению там 2550 или 2549 когда происходит такое быстрое резкое движение это минутная баран то исполнение может быть не очень комфортным скажем так и этот стоп лосс который мы закладываем например вот так за на торговочку может оказаться существенно больше если нас открывает сильно дальше там даже пусть это будет всего 10 пиков неправильно 4939 то стоп лосс нас наш увеличится аж в два раза а значит take который нам необходимо будет забирать будет сильно дальше того значения на который мы ориентируемся изначально особенно это актуально когда мы забираем кит коротенькие движения в надежде чтобы наш take оказался там перед каким-то локальным экстремумом потому что нас могут опять здесь остановить и потащить в обратную сторону но если стоп лосс будет дальше то и take будет дальше и своих заветных там 3-4 к дому мы можем не получить поэтому проскальзыванием будет опасно это самая главная особенность при постановке отложенных ордеров без ограничения то есть без лимитного условия вот надеюсь было полезно используйте правильные виды ордеров ставьте обязательно стоп лоссы и всем профитов пока пока